Ну и всем привет ребятушки, это рубрика Ремонт. И сегодня я буду мучить свой аккумулятор на Гейхайверт с Алиэкспресс, которым пользуюсь на работе. И симптомы у него следующие. При постановке на зарядку он на одну минуту заряжается, а после индикатор зарядки начинает мигать то зеленым, то красным. Если аккумулятор так оставить и снять его с зарядки через пару часов, то он окажется незаряженным. То есть в таком режиме он не берет зарядку от слова совсем. Поэтому разбираю и пытаюсь выяснить в чем же причина. Кстати, пока не забыл про данные характеристики на аккумуляторе. Читал много статей и отзывов про данную маркировку на аккумуляторах. Как оказалось, это какие-то свои маркетинговые маркировки, цифры и буквы которых напрямую никакого смысла не несут. Также, если кому-то интересно, нашел вот такую примерную таблицу. Опять же примерную, потому что у многих пользователей характеристики при сравнении с этой таблицей немного не сходятся. Ну и половинки корпуса у нас держатся на 4-х саморезах под 10-й торкс. Отворачиваем их и, разъединив половинки, у нас открывается вид на АБМС-плату, то есть плату защиты. Ну и визуально на ней ничего критичного не видно. Соединение аккумуляторов у нас тут последовательно параллельное. То есть 10 аккумуляторов соединены между собой на 5 пар параллельного подключения, что дает нам увеличение емкости аккумулятора в 2 раза. И потом уже каждая пара аккумуляторов соединена последовательно, что дает нам увеличение напряжения. И в итоге при полностью заряженных банках мы должны получить 21 вольт напряжения. А с емкостью тут все гораздо интереснее. И узнаем мы это только когда разберем аккумуляторные ячейки и протестируем их. И так как было принято решение заменить ячейки в аккумуляторе вне зависимости от его поломки, то предварительно отпаяв БМС плату, приступаю к его крушению. Ну и отрывая старые никелевые ленты, главное не замкнуть ими же аккумулятор. Ну или же как в моем случае плоскогубцами. Потому что какой бы мертвый не был аккумулятор, при коротком замыкании он все равно даст вам о себе знать. Ну и оторвав все ленты, решил все же проверить напряжение каждой из банок. Возможно какая-то банка из них испортилась и зарядник отказывается заряжать аккумулятор. Ну и к моему удивлению, разница напряжения между всеми 10 банками не больше 0,03 вольта. Что как бы вообще не критично. В чем же дело не особо понятно, поэтому старые банки пока что ставлю на тестирование. И так ради интереса, у одной 108 миллиом сопротивления, у второй 72 миллиома сопротивления, и у третьей внутреннее сопротивление 110 миллиом. Но отмечу также, что многие мне пишут в комментариях, что данный зарядник завышает показатели сопротивления в 2 раза. Ну и после тестирования я был удивлен, к сожалению не приятно удивлен, потому что не ожидал, что средние показатели емкости будут в районе 500 миллиампер в час. Но в сборке и того меньше, потому что банки с самой низкой емкостью и самым высоким внутренним сопротивлением будут высаживать все остальные банки. Ну и того, общая емкость аккумулятора была около 800 миллиампер в час. Что для гайковерта прям вообще крайне неинтересно. Кстати, напряжение так просело, пока банки лежали просто несколько дней после тестирования. Но меня мучает та ситуация, то что до сих пор неизвестна причина. Может ли это быть из-за низкой емкости банок, я не знаю. И прозваниваю плату, к сожалению, тоже не особо много чего пойму. Поэтому готовлю новые ячейки для сборки аккумулятора, собираю, припаиваю БМС-плату, пробую заряжает ли зарядник или нет. Если заряжает, то дело точно было в аккумуляторах. Если же нет, то буду мучить БМС-плату. Ну и для начала балансирую ячейки. Это делать очень желательно, потому что в большинстве случаев БМС-плата не имеет балансировки. Я обычно балансирую просто вставляя в пауэрбанк, предназначенный для самостоятельной сборки с помощью элементов 18650. Они же у нас и используются в эковерте. В пауэрбанке подключение параллельное, поэтому ячейки выравниваются по напряжению. Кстати говоря, про эти ячейки я их не раз уже брал и в них уверен. Средняя их емкость составляет от 2700 до 2800 мАч. Итак, после балансировки запиховываем аккумуляторы в холдер. Холдер криво напечатан, множество облоев, но хорошо, что есть хоть такое, потому что это очень упрощает сборку. Я беру аккумуляторы уже с приваренной никелевой лентой, так как пока что у меня нет сварочного аппарата для них. Если будете использовать также аккумуляторы с никелевой лентой, термоусадку с ленты снимаем прямо в последнюю-последнюю очередь. Потому что если запихивая в холдер, случайно замкнете аккумуляторы, то будет крайне неприятно. Если все же интересно, что при этом будет, то можете просто посмотреть на ютубе множество видео. Также не забываем то, что у нас тут подключение параллельно-последовательное, чтобы направить усы никелевой ленты в нужные нам стороны. Можете даже сделать предварительно фотографию старой сборки. Ну вот, снял термоусадку со всех полос никелевой ленты. Ну и чем-то это напоминает игру в сапер. Только тут мы уже знаем, куда ходить. И если допустили ошибку, то тут уже будет банально ваша неловкость. В общем, загибаю усы аккумуляторов так, чтобы пять пар получились последовательно. Ну и соответственно, чтобы к ним хоть как-то можно было подпаяться. Ну и в моем случае это выглядит примерно вот так. Да, мне тоже не нравится, как это все будет выглядеть. Но другого варианта у меня нет. Греть аккумуляторы не особо хочется. Ну и стандартная ситуация. Поворачивал телевизор и корпусом немножко козешнул аккумуляторы. Но быстро отдернул, поэтому страшного ничего вроде бы не случилось. Итак, прежде чем паять аккумуляторы, решил под никелевые ленты намазать немножко оловянной пастой, чтобы увеличить пидно контакта. Потому что токодача большая и допускать плохой контакт никак нельзя. Ну и как говорится, кашу маслом не испортишь, добавляю жидкой канифоли. Ну и собственно, несколько моментов процесса пайки. Температуру паяльника выставляю на 420, потому что данную пайку нужно производить как можно быстрее. К тому же, тут еще и большая теплоотдача. К слову, никелевые ленты лудятся хорошо в сочетании с любыми флюсами. Поэтому залуживаю всю никелевую ленту, дабы увеличить сечение. Продолжение следует... Ну вот и последний штрих пайки. Да, в некоторых моментах грел долго, боялся, что будет плохой контакт. Скорее всего, тем самым немножко укоротил жизнь аккумулятором. Вообще, аккумуляторы лучше паять большим паяльником, ватт, наверное, на 150. Тем самым пайки получатся более быстрые и вы меньше нагреете аккумулятор. Ну а я же тем делом очищаю флюс обычной зубной щеткой и обезжиривателем. Всегда, кстати, очищаю обезжиривателем, он улетучивается быстрее, чем спирт. Ну и чистит, к слову, тоже быстрее, чем спирт. И если, допустим, на плате присутствует лак, то он ему никак не вредит. Ну и теперь уже можно припаять БМС-плату и проверить. Черный это у нас минус, красный это у нас плюс. Все просто. Голубые проводки это промежуточные между аккумуляторами. На БМС-плате также подписано, где плюс, где минус. Каждая пара аккумуляторов соединена последовательно. Между каждым соединением нужно припаять голубой проводок. На БМС-плате они пронумерованы как B1, B2, B3 и B4. Отсчет начинается с минуса аккумуляторной сборки. Ну я думаю, в целом все интуитивно понятно. Кстати, усики никелевой ленты я заведомо загибал наверх, чтобы была возможность подпаяться. Итак, для начала проверим напряжение. 20,85 с аккумулятора и 20,85 с БМС-платой. Сорян, не увидел то, что на мультиметре показания засвечены. Итак, емкость аккумулятора у нас увеличилась примерно в 5 раз. А зарядник у нас на 1,5 ампера 18 вольт. В смысле 18 вольт? 4,2 умножаем на 5, будет 21. Китайцы, вы чего, издеваетесь надо мной что ли? А нет, все нормально. 21,36 вольт. Итак, барабанная дробь, поставление на зарядку. Красный индикатор загорелся и пока что все в порядке. Прошло некоторое время, горит зеленый индикатор и аккумулятор действительно зарядился. Значит, дело было действительно в просевших банках. Дальше дело за малым, закинуть в корпус и провернуть. Но я зачем-то перед этим захотел заклеить скотчем контакты. Не спрашивайте меня зачем, я сам не знаю. Но как минимум будет плотнее. Но дальше особо ничего интересного, просто кидаем в корпус и закручиваем обратно винтики. Ну и вроде как на этом можно было бы и закончить. Но так как отснятый материал лежит уже довольно-таки долго, почти полгода, я гайковерт с новым аккумулятором уже успел протестировать. Ну как бы за полгода, почему бы нет. И очень приятно удивился результатом. Вы конечно не поверите, но аккумулятор на полной зарядке у меня продержался 5 месяцев. При его использовании в графике 2.2, а то и чаще. Но дело в том, что я умею пользоваться инструментом. И примерно знаю какой инструмент на что способен. Поэтому допустим я не буду долбить им полчаса болт, который не отворачивается. Но для тех кто понимает, могу сказать, что навесное на двигателе автомобиля практически все он откручивает без проблем. То есть коллектора, генераторы, передние крышки, клапанные крышки и так далее. Естественно нужно понимать, что допустим болт каленвала он не возьмет. Поэтому собственно говоря я даже не пытаюсь. Возможно поэтому он у меня так долго и держится. Ну и на почти разряженном аккумуляторе с мигающей лампочкой у нас напряжение 16,6 вольта. По поводу зарядки этого аккумулятора. Поставил на ночь, проснулся, он еще не зарядился. Ушел на работу, пришел с работы, он был заряжен. Поэтому точно сказать не могу, но больше 10 часов. Но так как он держит тоже долго, поэтому проблем нет. Также по поводу индикатора зарядки. На старом аккумуляторе при полностью разряженном гайковерте, то есть когда он уже отключается, на индикаторе оставалось два деления из трех. То есть так уже было даже с момента покупки. И после того, когда пересобрал аккумулятор на банке с большей емкостью, индикатор стал адекватно отображать степень разряженности. И даже когда горел последний индикатор, я этим гайковертом пользовался еще довольно-таки долго. И как оказалось еще, то что третий индикатор это тоже не предел. При более севшем аккумуляторе, последний оставшийся индикатор начинает мигать. И даже в мигающем режиме он еще может вполне работать. Просто если нагрузка чуть побольше, он раньше отключается. Ну вот, на этом наверное все. Поделился с вами своим опытом по перепайке аккумуляторов в гайковерте. И хочу сказать, оно того стоит. Не искупитесь и перепаяйте. Ссылочки на те банки аккумуляторов, которые я использовал, постараюсь оставить в описании. Почему постараюсь? Да потому что у продавцов порой меняется товар, меняется ассортимент. Ну, либо еще какие-то проблемы. Также ссылочки на все остальное и то, что мелькало в кадре, постараюсь тоже оставить. Ну и всем пока, до новых видосиков.